Замок Любарта. Визитная карточка Луцка. Как и положено быть замку, замок окружен рвом. Ров наполнялся водой. Вот такое вот оборонительное сооружение. С замком связано много легенд. Также хорошим знаком считается, если вы сделаете фотоснимок въездную башню замка. Говорят, что это приносит удачу. А теперь пройдемся исторической частью замка. На входе мы покупаем билеты, а также здесь можно заказать экскурсии. Этот памятник архитектуры уникальный. Это один из старейших и наиболее хорошо сохранившихся замков Украины. А верхний замок занял первое место по итогам акции «Семь чудес Украины». В XI веке здесь была деревянная крепость, но как только Волынь вошла в состав литовского княжества, здесь началось строительство замка Любарта. И это место стало величественной резиденцией литовских князей. Итак, в семь столетий стоит этот замок и охраняет его каменный рыцарь. В этом же замке в 1429 году провели один из масштабных съездов, которые происходили в средние века. В замок съехались европейские монархи в количестве 15 тысяч человек. Это количество превышало всех жителей города в два раза. Приехали сюда король Польши, император Римской империи, Крымского ханства, молдавские и румынские государи, московский князь Василий II Темный. Договаривались они о том, как противостоять угрозе со стороны Османской империи, решали экономические и финансовые вопросы Европы, а также решали вопрос о коронации литовского князя Витавда. Существует также поверье, если подняться на одну из трех башен и посмотреть во все бойницы, то это принесет удачу. А вот очень интересный момент. Винтовая лестница закручена по часовой стрелке. А причина проста. Во время штурма замка защитники будут отступать наверх и иметь преимущество в рукопашной схватке, потому что опорный столб центральный не будет мешать их ударам. А вот нападавшим при этом будет очень неудобно рубить снизу вверх и вправо. На такой момент обычно никто не обращает внимание, но почти во всех замках лестницы винтовые построены именно так. Исключение составляет лишь замки, в которых мужчины в роду были в основном левшами. Кстати, идти по такой лестнице не очень удобно. Современные лестницы винтовые делают против часовой стрелки. Субтитры создавал DimaTorzok На территории замка можно пострелять из арбалета или из лука. Если вы не умеете, то вас научат. А рядом с этим местом есть вход в музей технологий прошлого. Подробное видео с этого музея у меня есть на канале. Вот здесь я прикреплю ссылочку. На территории замка находится музей книги с редкими изданиями, художественная галерея и музей колоколов, единственный в Украине. И эта крепость выдерживала многочисленные набеги завоевателей. Каждый год в замке Любарта проводится фестиваль «Меч Луцкого замка». И участники со всего мира съезжаются на этот рыцарский турнир. Ну а поднявшись наверх, открывается великолепный вид на Луцк. Кстати, высота башни 28 метров. На эту крышу поднимается Луцкий клыкун сыграть мелодию. И нам посчастливилось увидеть и услышать Луцкого клыкуна. Играет он в 12 дня на крыше замка. Играет он единственную мелодию «Гимн Волыни». Средневековый клыкун обычно оглашал о разных событиях в городе или же приглашал на различные сборы. Ты видела? Ева, вон стоит наверху. Смотри. Кира, Ева, Хилюша. Молодец. Существует еще одна легенда, которая рассказывает о том, что в стенах замка до сих пор скрыты сокровища. А тот, кто найдет клад, никогда не сможет обрести счастье и благополучие. Если не будет использовать его на благо города. Субтитры подогнал «Симон»! Купюра 200 гривен посвящена Луцку. С одной стороны Леси украинка, ну а на другой стороне купюры Луцкий замок или замок Любарта. Точно такое, как на 200 гривен, видишь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова